Девочка-пай 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 Аллилуйя! Драгоценные братья и сестры, давайте мы поднимемся на наши ноги. Я хочу, чтобы ты нашел пять человек, поприветствовал их, благословил. Скажи, тебя ждут чудеса. о иисус иисус аллилуйя мы превозносим тебя мы прославляем тебя господь наш прославляя вновь сердце вас поет ты так в дождь и в зной летом и зимой ты так благ прославляя вновь сердце вас поет ты так благ Господь в дождь и в зной летом и зимой ты так благ все вместе прославляя вновь сердце вас поет ты так благ ты так благ в дождь и в сновь летом и зимой ты так благ благ и в дождь и в дождь и в дождь и в дождь и в сновь летом и зимой ты так благ да И так сладко сквозь 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 Летом и судьбой, ты так главный Давай споем вместе Прославляй любовь, сердце твой споет Ты так главный, ты так главный Летом и судьбой Ты так главный, ты так главный Дикой д Stroro Летом и судьбой Ты так главный Да ставь ты таклавный Ты так класс ко мне Буду лезть тебе И ты так класс Буду танцевать И ты так класс Буду вас представить И ты так класс И ты так класс ко мне Буду лезть тебе И ты так класс Ты так класс ко мне Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вас дай Богу славу! Он воскресший! Воскрес он, воскрес он, прославлен на века. Воскрес он, воскрес он, Иисус он, Иисус он нас всегда. Субтитры создавал DimaTorzok В могиле пустота, Ты поверзена в могуществом царя. Царь Иисус воскрес, Он солнца, свет, небес, страх Он весь прогнал, и победу дал, и победу нам дал. Воскрес он, Воскрес он, Воскрес он, прославлен на века. Воскрес он, Воскрес он, Иисуса, Иисуса нас всегда. Воскрес он, Воскрес он, Воскрес он, Солнца, свет, небес, страх Он весь прогнал, и победу дал, и победу нам дал. Воскрес он, Воскрес он, Воскрес он, Воскрес он, прославлен на века. Воскрес он, Воскрес он, Воскрес он, Воскрес он, Воскрес он, Иисус он нас всегда. Воскрес он, 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 Воскрес он Насила, насила, насила мне до меня Насила, насила, что сокрушит врага Насила, насила, насила мне до меня Воскрес Он, Воскрес Он, прославлен на века, Воскрес Он, Воскрес Он, Иисус Царь, Иисус Царь! Воскрес Он, Воскрес Он, прославлен на века, Воскрес Он, Воскрес Он, Иисус Царь, Иисус Царь навсегда! Аллилуйя, 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 Иисусай, Иисусай навсегда. Аллилуйя. Поздай ему славу церковь. Аллилуйя, Аллилуйя, Иисусай, и нет других богов. Прославлены, превознесённы, лишь Тебя прославляем, только Тебя, Господь. Аллилуйя. и рама сэмбру луру фэра пассе бреда расчете моноте ты достоин славы и достоин чести иисус 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 будь превознесен господь в этот вечер будь прославлен в нашем собрании пусть твое имя будет превознесено выше всякого имени здесь аллилуйя бог аврама бог исаак бог я мы смиряемся при тобой мы поклоняемся тебе иисус иисус аллилуйя Аллилуйя. Славь, душа, Господа, славь, душа, имя Святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови, Господа. Пой Ему, благослови, Господа, славь, благослови, Господа, славь, благослови, Господа. Пой Ему, благослови, Господа, славь, благослови, Господа. Я буду пести на закрати дня. Пой Ему, благослови, Господа, славь, душа, имя Святое Его. Пой Ему, благослови, Господа, славь, благослови, Господа. Пой Ему, благослови, Господа. Пой Ему, благослови, Господа. Велик в любви и даёшь мне милость, Ты справедлив и так лакомный. За все твои дела я хочу прославить, Чтоб петь тебе есть десять тысяч причин. Велик в любви и даёшь мне милость, 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 И когда мои силы сядут, На закате дней, когда время придет, Душа моя тебя добудет славить Больше, чем каждый десять тысяч лет Душа моя тебя добудет славить 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 Господа! Господа! Благослови Господа! Аллилуйя, воздайте, воздайте Ему великую, великую славу, народ Божий. Воскликните и возкликните Ему, возкликните Ему глазом радости. Аллилуйя, 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 Господь. Мы поклоняемся Тебе, Боже, в этот вечер, мы благословляем Твое святое имя, Господь. Боже, мы благодарим Тебя за присутствие Твое здесь. Твое присутствие, оно в нас, Господь, но Ты даешь нам силу изменять атмосферу нашей хвалой, когда мы чтим Тебя нашей хвалой, Господь. Мы почитаем, Боже, Твое святое имя. Мы сегодня смиряемся перед Тобой, Господь, в наших сердцах. Мы простираемся к Тебе в наших молитвах и поклонении, Господь. Мы молимся сегодня, Боже, да придет Царствие Твое, Господь. Да придет Царствие Твое, Боже, и на земле, как на небе. Мы молимся, Господь, о вторжении Царства Божьего, Господь. В нашей жизни, Господь, в нашей церкви, в наши города, Господь. Во все сферы, Боже, во все сферы, Господь. Господь нашего общества, Боже, в наши семьи, в наши церкви, в нашу экономику. В нашу социальную сферу, в нашу духовную сферу, Господь. В сферу творчества и музыки мы молимся, Господь. Да придет Твое Царство. Мы молимся о вторжении Царства Божьего, Господь Во имя Иисуса Христа из Назарета, Господь Мы просим Тебя, Отец, в эти три дня нашей конференции Господи, наполни нас славой Твоей Господь, славой Твоей, познанием славы Твоей, Божьей Ты сказал, что земля наполнится познанием славы Божьей, Господь Это Твое обещание к нам И мы молимся, Господь, потому что Аввакум сказал, Господь, от лица Твоего Мы молимся, Божий, пусть город Уссурийск, Божий, пусть Приморский край Пусть Дальний Восток наполнится познанием славы Божьей, Господь Твоей великой славой, Господь, пусть эта земля наполнится познанием Не просто знанием, но познанием славы Божьей, Господь Аллелуйя Поэтому мы посвящаем Тебе, Господь, каждое служение нашей конференции Каждое собрание нашей конференции мы посвящаем Тебе, Господь Мы отдаем в Твои руки, Господь, двигайся здесь, Божий, действуй здесь Совершай свою работу, наполняй нас своим огнем Наполняй нас своей славой, Господь, снова и снова Обнови, обнови свое присутствие в наших жизнях Мы просим Тебе об этом, Господь, мы поклоняемся Тебе, Божьей Мы воздаем Тебе всю славу, Господь, сегодня И весь народ Божий доскажет громко Аллелуйя Давайте дадим славу тому, кто достоин всей славы Всей славы Всей славы Всей славы Аллелуйя Аллелуйя Добрый вечер, братья и сестры Я рад вас всех приветствовать на конференции 2016 года Которую в этом году называется «Вторжение Царства» Аллелуйя Давайте еще раз дадим славу Богу Аллелуйя Слава Богу И, пожалуйста, вы можете присаживаться в присутствие Божьем Слава Господу Аллелуйя Мы рады всех вас приветствовать сегодня в этот вечер На нашем открытии конференции Спасибо огромное Конечно, в первую очередь пасторам Очень рады всех вас видеть, каждого пастора И, ну, конечно, и также каждого верующего Очень радостно вас видеть Особенно пасторов из города Уссурийска Вы знаете, вот вроде мы столько лет уже Десять лет мы проводим конференции в этом зале И вдруг сегодня как-то я так по-особенному увидел До этого никогда не обращал внимания Что Дом культуры называется Дружба Вот никогда раньше об этом не задумывался Серьезно Никогда за десять лет Что есть что-то пророческое в этом названии Аллелуйя Слава Богу Я верю, что нас ждут очень-очень потрясающие служения Я верю, что нас ждет просто обилие Изобилие славы Божьей Мы начали вчера в Владивостоке Это был просто огонь Если вы были вчера в Владивостоке Вы можете подтвердить это Это был огонь с неба на служении в Владивостоке И сегодня у нас был пасторский семинар И тоже Господь пришел так сильно Вы знаете И мы имеем большие ожидания в нашем духе От этой конференции И я хочу, чтобы этот же дух Чтобы этот же дух ожидания Он также передался вам Хорошо? Амин Давайте И сейчас, братья и сестры У нас будет время для пожертвований Пастор Ира, пожалуйста Аллелуйя Слава Богу Аллелуйя Здравствуйте, дорогая церковь Очень рада приветствовать вас, дорогие гости А также наши братья и сестры, драгоценные Мы жили все это время в ожидании Амин Вы чувствуете, как вообще атмосфера в этом зале Она пронизана верой Амин Когда мы поклонялись сейчас Господу Я поняла, что вот Когда мы поклоняемся Разрушается всякая ерма в нашей жизни Амин Нам нужна вера Когда мы хотим принести Богу что-то Нам нужна вера Также, когда мы хотим начать бизнес Или еще что-то делать в нашем служении Нам всегда нужна вера Амин И мы сегодня будем говорить о вере И о доверии Господу Я хочу, чтобы мы с вами вернулись сегодня В книгу Ездры И мы, чтобы с вами открылись сегодня Ну, я вам предысторию просто расскажу Мы знаем о том, что на выхода на ссор Он пленил, да, израильский народ И он увел его по Слову Божьему На 70 лет они были в плену, да Они были пленниками Они были в Вавилонском плену И вот пришло время, когда царь Кир Он издал указ о том, что каждый человек Каждый из евреев Кто хочет вернуться на свою родину Он может вернуться туда И начать строить храм И начать строить стены Дома Божьего Амин И вы знаете Евреи, они уходили двумя партиями, да И промежуток между первым переселением И вторым было почти 80 лет И вы знаете о том, что за эти 80 лет Во-первых, мы должны с вами помнить о том Что для них, для израильтян Было очень важно и жизненно необходимо Снова обрести свою духовность, да Снова иметь Дом Божий И когда они пришли Царь Кир повелел, чтобы были собраны пожертвования Чтобы вся утварь Дома Божьего Она была возвращена на место Откуда было унесено на входе на ссором И вы знаете Когда они строили и возводили стены И строили храм То были люди, которые препятствовали этому строительству Вы знаете об этом, да Они приходили, они писали всяческие доносы Они говорили о том, что если сейчас они построят вот этот Дом Божий То они уже не будут, царь, тебе поклоняться Они не будут уже такими послушными Сейчас они обретут свободу И что-то изменится в их отношении к тебе И вы знаете, они постоянно чинили какие-то препятствия, да И мы знаем о том, что они дописали до того Что однажды царь Дарья сказала Давайте поднимем вот эти вот все списки И мы увидим, что на самом деле были ли эти письма И когда они открыли эти документы То на самом деле они увидели это постановление царя Кира О том, что они могут возвращаться И могут строить свой дом Амэн И вы знаете, он написал этим областеначальникам Вы, их по именам назвал Вы должны убраться оттуда Вы должны уйти с этого места Потому что они будут строить свой дом Потому что это слово, оно уже было написано И провозглашено царем И вы знаете, я что хочу сказать Что когда ты остаешься верен Богу То Бог, Он обратит обязательно все во благо Амэн И Он наших врагов Тех, которые стараются препятствовать делу Божьему Он заставит их Он сказал этим областеначальникам Вы не только уйдете и не будете препятствовать Но вы еще будете всячески помогать Вы будете давать деньги Вы будете давать валов Все, что нужно для строительства храма Вы будете давать Амэн И вы знаете, большая, великая сила Божья в этом Его рука, когда она нас Когда Он Все наши какие-то проблемы Когда Он всякие обстоятельства Всякого человека Кто выступает против нас Он обращает во благо И Он говорит Не просто ты смиришься с этим и уйдешь Ты отступишь Но ты будешь помогать Потому что Бог сказал в Своем слове Что все любящим Его Содействует ко благу Амэн И когда мы с вами откроем Если Ездру Давайте откроем восьмую главу Ездра восьмая глава И мы с вами И знаете Второе переселение Это было уже при Ездре Мы знаем, что Ездра был Книжником при доме царя И он пошел туда И пошла еще одна часть евреев На свою землю вернуться И вы знаете Мы с вами прочтем Восьмую главу С двадцать первого стиха И Ездра говорит И провозгласил я там пост У реки Агавы Чтобы смириться Пред лицом Бога нашего Просить у Него Благополучного пути Для себя И для детей наших И для всего имущества нашему Так как мне стыдно Было просить у царя Войска и всадников Для охранения нашего От врагов на пути Ибо мы, говоря царем, сказали Рука Бога нашего Для всех прибегающих к Нему Есть благодеющая А на всех оставляющих Его Могущество Его И гнев Его И так Вы знаете Вот это вот Сильное Очень сильное Поворот на такое место Ему дали много золота Я не буду перечислять Это огромное богатство Он должен был возвратить Это было только золото Сто талантов Представляете У них было мало Профессиональных воинов И Ездра говорит Мне было стыдно Попросить у царя Тогда как я Когда свидетельствовал Ему о моем Боге И говорил ему Что Он всемогущий И что Он бережет меня И что Он заботится Оо мне Мне было стыдно Попросить у Него охраны Поэтому Он пришел К этой реке И чтобы поститься И смиряться перед Богом Чтобы Бог благословил Их путь домой Амэн Вы знаете Это очень сильно Потому что Когда мы говорим Людям о Боге То они думают И считают о Боге Так как мы им говорим И Слово Божие говорит Что проклят всякий Кто надеется на человека Амэн Вы знаете В нашем пути В нашем даянии Ему Мы должны действовать Только по вере И абсолютно доверяя Ему Потому что Вы знаете Он говорит Мы смирялись Мы постились И Бог услышал нас И мы не видим Что там написано Бог сказал им Да идите Все будет хорошо Они это увидели Тогда когда уже пошли И когда они поняли Что ничего с ними Не случилось Тогда они поняли Что действительно Рука Господа Она на них Когда эта часть Которая уходила В этот момент Она была намного меньше Чем первая часть Да Когда среди них Было женщин Всего полторы Или там может быть Две тысячи Всего мужчин Да Остальные были женщины Дети И они могли подвергнуться Нападению разбойников Их могли ограбить Их могли убить Потому что они несли Очень много всего Всякого добра с собой Но Бог Он был верен Своему слову Потому что в Захарии написано Если рука Господа Начала делать То она и закончит И доведет нас до конца И вы знаете Я призываю вас К тому чтобы мы доверяли Господу Потому что вы знаете Я иногда наблюдаю Как люди пытаются Сберечь свое богатство Но у них не получается Оно сквозь пальцы Может у нас уйти Амэн Но когда ты надеешься На Господа Он сохранит Твое богатство И умножит Амэн И они вернулись И они достигли Своей цели И вы знаете Вот это вот для нас Так показательно Как мы должны Доверять Богу Амэн Потому что на нашем пути Будут встречаться проблемы Будут встречаться люди Которые будут Против нас выступать Но мы должны быть Тверды и верны Богу Амэн Для того чтобы Достичь своей цели Для того чтобы Достичь того Что Господь от нас хочет Для того чтобы Быть верными В нашем даянии Амэн Потому что Бог Он верный Амэн Он заботится о нас Аллилуйя И вы знаете Сегодня когда мы будем С вами Сейчас жертвовать Я хотела бы Чтобы вы В сердце своем В сердце своем Просто подняли Настолько свою веру Что Бог Он не оставит нас Никогда Никогда не опоздает Всегда придет В нашу нужду Всегда даст нам больше О чем мы мечтаем О чем мы думаем Амэн Потому что Его мысли о нас Они гораздо больше Чем наши Амэн И вы знаете Мы сейчас будем С вами жертвовать Вы можете сидеть Аллилуйя Мы просто Помолимся Сейчас Амэн Аллилуйя Господь Мы благодарим Тебя Иисус За то что Ты Всемогущий Господь Ты делаешь Для нас Все Господь И мы надеемся На Тебя Мы уповаем На Тебя И мы сегодня Открываем Свои сердца Перед Тебой Для того чтобы Быть щедрыми В нашем даянии Господь И мы благодарим Тебя за это время Когда Ты будешь Умножать нашу веру В нас Отец Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Благодарю Тебя Во имя Иисуса Амэн Аллилуйя Добрый вечер Дорогие гости Конференции Вторжение Царства Мы рады приветствовать Вас Сейчас мы расскажем Вам о том Что вас ожидает Сегодня вечером Если вы приехали Из другого города И нуждаетесь В расселении То после служения Обязательно подойдите К столу для расселения Там вам дадут адрес Где вы сможете Остановиться На время конференции Если вы старший пастор То обязательно Зарегистрируйтесь В перерывах Между служениями И тогда вы сможете Пройти на места Во втором ряду Которые приготовлены Специально для вас На первом этаже В холле У нас работает буфет Где вы сможете Недорого И вкусно покушать Также на первом этаже В холле У нас имеется Книжный стол Где вы можете Купить книги Известных христианских авторов А также диски С проповедями Пастора Александра Волкова После специального Объявления Которое появится На нашем экране Все дети От 3 до 11 лет Могут принять участие В детском служении Там их ждет Специальная программа И много сюрпризов Обратите внимание Что после служения Вас будет ждать Бесплатный автобус Который пойдет В село Ивановку Время отправления автобуса 21 час 20 минут Завтра наше служение Начнется в 10 утра Не опаздывайте Желаем вам Благословенного времени Увидимся Что произошло на Голгофе в тот день Я жил своей жизнью И не понимал Сын Божий висел Распятый на кресте Я мимо ходил И не замечал О мне не навеки Свободным был я А Иисус в это время страдал Но тогда Я этого не знал Когда тебя вылезали и били Я на сто процентов здоровым был Ты за меня стал грехом и проклятием Ну а я в это время Стал святым От тебя небеса отвернулись И навечно приняли меня Но не знал Я этого тогда А это был самый важный день Для тебя и меня Победная песня небес Прозвучала как-то Победная песня небеса отвернулись Кровь твоя Отживи для меня Силу креста Пусть плоди меня течет Кровь твоя Отживи для меня Силу креста Пусть плоди меня Пусть плоди меня Течет Кровь моя Кровь моя А это тот самый важный день Для тебя и меня Победная песня небеса Прозвучала как-то Кровь моя Кровь моя Силу креста Кровь моя Ты занял место моё И сегодня жив я И сегодня жив я И сегодня жив я Халлилуйя 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 Давайте дадим большую славу Богу Халлилуйя Слава Богу Халлилуйя Слава Богу Вы знаете В 2014 году Мы с супругой Полетели на конференцию В Сингапур Это называлось Старжение Царством Это был 2014 год И мы были очень благословлены Огромный зал Тысячи людей Потрясающие спикеры Были Билл Джонсон Рэнди Кларр Хаги Бейкер И уже тогда в моём сердце Было огромное желание Пригласить пастора Яна Чтобы он был с нами здесь И мы планировали на 2015 год У нас не получилось И тогда мы переслили на 2016 год И в этом году мы снова были в Сингапуре Были на Очередной конференции Вторжение Царства 2016 Было потрясающе Зал где-то на 9 тысяч мест На вечерних собраниях был полный И у меня было уже тогда ожидание Что Бог будет делать вещи Бог будет что-то совершать На этой конференции Когда мы начали вчера в Владивостоке Буквально с первых аккордов Песен, которые мы там пели С первых слов проповеди Мы чувствовали потрясающую атмосферу Божьего присутствия И я верю, что Господь имеет что-то для нас Чтобы сделать и совершить В наших жизнях на этой конференции Поэтому я хочу, чтобы Вы сейчас Вместе со мной Поприветствовали нашего спикера Дорого гостя Добро пожаловать Пастор Ян Из Сингапура Добрый вечер Я просто наслаждаюсь Вашим гостеприимством И это действительно Очень хорошее время Я хочу поблагодарить Пастора Александра За это приглашение Которое он нам сделал И вместе со мной Моя жена Пастор Дэфини Пожалуйста, ее поприветствуйте тоже И как я уже сказала Это первый мой раз В этом городе Я прекрасно нахожусь Поэтому хочу немножко Представиться вам И я являюсь пастором церкви В Сингапуре Называется Краеугольный камень церковь И у нас в церкви Четыре с половиной Примерно тысячи людей И мне нужен тоже такой слайд Вот видите меня А, включить слайды нужно, да Первую, пожалуйста, слайд И это Церковь такая живая И у нас только в воскресенье Семнадцать служений И в семнадцати странах Мы открыли где-то сто двадцать пять тоже церквей И это воскресное наше одно из служений Следующее Это где-то место, где мы каждый год Проходим конференцию Которая называется Вторжение Царства И у нас вечером только бывает Где-то около шести-семи тысяч людей И на одной из таких конференций Пастор Саша был Следующий, пожалуйста, слайд Еще одна вот фото Еще одной конференции Следующий, пожалуйста, слайд А это в Уэльсе библейский колледж здания И Бог сказал нам, чтобы мы купили это здание Вы знаете, что в этом здании Бог в этом колледже изменил историю Вы знаете, что во время Второй мировой войны Мужчины и женщины в этом колледже молились И изменились курс истории И если вы не читали книгу, которая называется Хадатер о мистере Рисе Хаусе То вам нужно прочитать эту книгу Следующий, пожалуйста, слайд Следующий слайд Это еще с другой стороны библейский колледж снят Следующий, пожалуйста Прекрасный сад Следующий, пожалуйста Еще один вид сада Следующий, пожалуйста В этом году Будет конференция Была конференция в мае И Бог сказал мне Что пастор из Америки И чтобы мы собрали для этого пастора приношения И кто-то бросил чек на миллион долларов И мы рaced 1.4 миллион Вы знаете, мы собрали в общем миллион четыреста тысяч В один день В один день миллион четыреста В один день миллион четыреста Somebody gave us a building И кто-то дал нам здание В Велсе В Велсе И seats 1,000 people Здесь посадочных мест тысяча Прекрасный колледж Прекрасный колледж Прекрасная церковь Прекрасная Следующая, пожалуйста Следующая Еще следующая Это тоже здание церкви Колледжа Следующая, пожалуйста Это здание мы купим, когда вернемся обратно в Сингапур Здесь посадочных две тысячи мест в этом зале И это уже будет добавочное здание к той церкви, которая у нас уже есть Следующая, пожалуйста Следующая Это мои четверо детей Наши четверо детей Они симпатичные такие на маму, потому что похожи Давайте сегодня сейчас откроем Луки третью главу И я прочту вам два стиха из Евангелия от Луки И я прочту вам два стиха из Евангелия от Луки Сегодня будет удивительный вечер у нас с вами Потому что Бог сегодня здесь будет двигаться Еще до того, как служение закончится Дух Святой прикоснется к вам Я хочу, чтобы вы к этому времени приготовились Потому что на это место сойдет огонь Божий Потому что Бог что-то сильное сделает здесь сегодня Аминь Итак, шестнадцатый стих, первый стих Пятнадцатый стих Пятнадцатый стих, третья глава Луки И когда же народ был в ожидании И все помышления в сердцах их своих об Иоанне В сердцах своих об Иоанне Не Христос ли Он? Иоанн всем отвечал Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня У которого я не достоин развязать ремень обуви Он будет крестить вас Духом Святым и огнем Вы знаете, что израильтяне не слышали такой проповеди тысячу лет примерно Потому что когда пришел Иоанн Креститель Он пришел в огне и силе Духа Святого Потому что на нем была мантия пророка Илия Потому что слова эти, они просто проникали в сердца мужчин и женщин И была атмосфера пробуждения И Иоанн крестил людей в Ордане в реке Тысячи и десятки тысяч он крестил Они пришли из Иерусалима и Саудея И они шли много километров через пустыню Но они пришли что увидеть? Что они пришли услышать? Нет, они не пришли увидеть человека в красивых одеждах Они пришли увидеть человека в огне Они пришли увидеть человека, который горел Потому что вы знаете, что Иоанн Креститель был огонь, такой факел горящий И он проповедовал им Слово Божье И крестил при этом тысячи и десятки тысяч И люди начали размышлять в своих сердцах Может быть, он Мессия? Может быть, это как раз тот пророк, о котором говорил Моисей И так они подошли ко Иоанн И спросили, ты Мессия? Он сказал, нет, я не Мессия Но Он идет Make no mistake about it, He's coming Он идет Иоанн сказал, я голос, который звучит как голос пустыни, приготовьтесь И потом Он сказал И потом Он сказал Я крещу вас водою Он крестил их в реке Иордания Но вы знаете, что это сильная такая река, она холодная Поэтому, может быть, иногда люди и думают, что христианство это такая холодная религия Нет, в христианстве нет ничего холодного на самом деле На самом деле, это религия или это вера огненная И я хочу, чтобы сегодня вы увидели Иисуса Я хочу, чтобы вы увидели Его сегодня стоящим в огненной реке Он не стоит на реке в воде Но сегодня Он хочет позвать тебя и тебя и тебя Чтобы ты ступил в эту огненную реку И Он хочет, чтобы ты как бы в руки Его в объятия вошел в Его Чтобы ты поддался Его рукам и чтобы Он крестил тебя в нем И чтобы когда Он тебя из этой огненной реки поднял Чтобы огонь уже был в тебе Чтобы ты был крещен в огне Приготовься к этому сегодня Потому что я не могу тебе дать то, чего не имею Но то, что у меня есть, я могу тебе это дать И я получил этот огонь И я хочу передать тебе этот сегодня огонь И многие сегодня из вас, вы примете Духа Святого И вы примете огонь Это коснется вас сегодня Every time fire touches human flesh Знаешь, каждый раз, когда огонь касается человеческой плоти Всегда происходит реакция на это Люди кричат Люди кричат Люди орут Но единственное, чего они не могут делать Они не могут остаться спокойными Они не могут молчать Сегодня кое-что случится И многие из вас, вы сегодня переживете этот огонь И вы знаете, в Библии невозможно избежать огня Вы знаете, потому что Бог, которому мы служим, Он сам огонь и Он в огне И даже Библия говорит нам, что Он наш Бог, Он пожирающий огонь, поедающий И вы знаете, что псалмист говорит, что огонь идет перед Ним И у Эзекииля в первой главе Когда пророк увидел видение от Бога Он увидел Бога на колеснице Прекрасная одежда на колеснице И он был припоясан золотым поясом И пророк говорит, что концы этого пояса золотого, они были огненными И здесь сверху Он весь в огне был Но, пожалуйста, не допустите ошибки Потому что Бог, которым мы служим, Он Бог в огне Иисус крестящий Духом и огнем Потому что Дух Святой это Дух огня И поэтому Павел говорит, что мы должны служить в огне Духа Святого И Он делает Своих служителей так же огнем горящим Вы знаете так, Моисей встретился с Богом в горящем кусте И Илья низводил огонь с неба Пророк Иеремия говорит, ты зажел огонь в моих костях Также Седрак, Мисах и Абдинага, они тоже были в огненной печи Друзья, не ошибайтесь, пожалуйста Наш Бог, Бог в огне Аллилуйя И вам невозможно как бы этим огнем не загореться Я помню, когда я был еще маленьким мальчиком И горел один дом, здание И мы бежали обычно к этому зданию горящему И когда мы туда уже подходили Там уже тысячи людей стояли Я не знаю, что происходит, но что-то в нас влечет нас к огню Что-то нас привлекает в огне И когда мы видим, что какое-то здание горит Почему-то мы бежим, чтобы посмотреть, как оно горит Пасторы Я хочу вам сказать принципы роста церкви Вы хотите, чтобы люди пришли к вам в церковь Тогда вы сами зажгитесь огнем, горите сами И люди придут, чтобы увидеть, как вы горите для Бога Я пастор уже 25 лет Я никогда не видел, чтобы пастор был в огне И у него была бы маленькая церковь Никогда Если пастор в огне То и церковь горит Но если пастор мертвый Церковь мертва Но если пастор в огне То можно сделать две вещи Ты можешь или гореть Или можно поджечь пастора То или другое Пастор, если ты хочешь, чтобы твоя церковь росла Зажгись, гори огнем Тогда люди придут, чтобы посмотреть, как ты горишь для Бога Я видел человека в огне до этого Однажды я новости смотрел И человек, он протест свой выражал Он вылил на себя керосин Взял факел и поджег себя, выражая протест И он загорелся Вспыхнул И вы знаете, что там было у него на голове? Языки пламенные, прямо у него на голове были пламя, пламя горело И это точно так же произошло в день Пятидесятия Собрались они, сто двадцать человек вместе Откуда мы знаем? Потому что кто-то посчитал их тогда И Бог Отец сказал И так вот здесь сто двадцать голов Нужно приготовьте ангелы для каждого пламя Для каждой головы пламенный язык Я не знаю, сколько сегодня нас здесь собралось Но у Бога уже есть пламя для каждой головы здесь Знаете, что вам нужно, единственная вещь, чтобы у вас был язык пламенный на голове А чтобы голова была, чтобы которую поджечь Я сегодня не вижу никого без головы Вы знаете, в чем природа огня Потому что огонь, он сам пожирает себя, самопожирающий Если ты зажжешь огонь И начнешь его раздувать Начнешь его кормить, то есть подпитывать, раздувать Знаете, так наберешь скини Вы знаете, что огонь на жертвеннике сверхъестественно зажигался в скини Что говорит мне о том, что каждое пробуждение начинается Богом Но каждое пробуждение умирает, потому что мы перестаем раздувать и поддерживать огонь Сегодня Бог зажжет твою голову огнем Но тебе нужно будет поддерживать этот огонь, разжигать его в себе Для этого читать Библию Для этого молиться в Духе Святом Чтобы твое масло поддерживать уровень масла Чтобы огонь горел в тебе Ты должен поддерживать огонь горящим И тогда огонь будет поддерживать тебя, будет гореть тебе Халлилуйя Если ты хочешь быть проповедником Слова Тогда тебе не нужен серебряный язык Тебе нужен простой такой плотской язык Который подсоединен к пламени горящим на твоей голове И тогда ты можешь проповедовать Евангелие Халлилуйя Халлилуйя Мой дедушка приехал из Шанхая Много лет назад Приехал в Сингапур Чтобы в поисках лучшей жизни приехала И мой дедушка был плотником И вот он со своей женой они приехали И у них было восемь детей И мой был самый старший Мой отец был старшим Когда моему отцу было восемнадцать лет И у него был артрит Обнаружили И моя мама вышла замуж за моего отца Но он уже к тому времени был хромой И он умер в молодом возрасте Когда ему было пятьдесят И я помню, как я рос в доме В семье Потому что как мой дедушка, так и отец Они были строителями И они строили красивые дома Семь спален в доме Но помню одну комнату В той комнате Мои дедушка с бабушкой Они хоронили всех идолов своих Потому что они воспитывались в буддистской семье И когда я еще был маленький Они вводили меня в свою комнату Они склоняли меня на колени Как мне не нравилась эта комната Я еще был маленький мальчик Я еще не понимал Но мне не нравилась эта комната И у нас была нянечка Которая за нами следила Она была римской католичкой И у нее было такое большое распятие Как у римской католички И она поставила это распятие В моей комнате И на кресте там человек висел Я спросил мою няню А кто этот человек? Она сказала мне Это Иисус Христос Я говорю, а что он сделал? Умер за твои грехи О, мне нравится этот Иисус Я был еще маленький мальчик Еще тоже ничего не понимал Но в возрасте 16 лет Я услышал Евангелие впервые И когда я услышал Как Иисус умер на кресте за меня И когда женщина спросила Хочешь ли ты принять Иисуса в свой сердце? Я сказал, да, я хочу Она говорит, тогда повтори молитву И она произнесла простую молитву Что молитву приглашения Иисуса в свой сердце Я спросила, ты веришь, что Он Сын Божий? Я сказал, да, я верю, что Иисус Сын Божий И я вам хочу сказать После того, как я помолился этой молитвой Я изменился, я знаю, что я стал другим Что-то внутри меня изменилось И когда я вошел Из дома вышел небо было голубее Страва была зеленее Все вокруг казалось красивее Что-то изменилось внутри меня И я начал посещать церковь И потом я пошел в армию В Сингапуре каждый мужчина должен два года отслужить в армии И это обязательство Это необходимость И я был в армии Мой отец, он уже ушел тогда, умер Но что-то со мной произошло И я отступил Я начал жить грешной жизнью И я помню, что в моем городе был проповедник И он был такой, со мной сражался 35 лет назад И он вставал проповедовать И он проповедовал И мой друг, он пригласил меня в церковь Я сел прямо сзади И когда этот человек в церковь Начал проповедовать Я никогда прежде не слышал такой проповеди Потому что его слова Они как огонь в моем сердце зажигали И когда он закончил проповедь Я сказал своему другу И он придет, завтра он будет? Да, он сказал На следующий день я уже был в церкви Уже на четвертом ряду Это было 35 лет назад И опять проповедник поднялся и проповедовал Я никогда еще не слышал, чтобы человек так проповедовал Сердце мое загорелось И когда он закончил проповедь Он попросил всех встать Я встал вместе с другими Тысячи людей были в аудитории И он сказал, поднимите ваши руки И давайте поклоняться Богу И мы спели одну песню И уже на половине песни Проповедник сказал И я никогда не забуду эти слова Сколько я живу, не забуду Он сказал, Дух Святой здесь В тот момент, как он это сказал Как будто, знаете, кто-то свет включил в комнате Потому что был такой свет Такие огни для меня зажглись Такая сила для меня была И вы знаете, что это как Вы знаете, что ученые, которые ракеты что-то создают Что-то такое произошло в аудитории в комнате Атмосфера просто загорелась Зажглась огнем Что-то такое изменилось И проповедник сказал, Дух Святой здесь Одна женщина на два ряда за мной сидела С правой стороны Она просто упала со своего сиденья Потом еще кто-то упал Еще кто-то упал И я знал, что Бог был там В этой комнате Я поднял свои руки Я сказал, Бог, все, я потерялся Я курил Я пил алкоголь Но вот мои руки подняты Я сказал, Господи, пожалуйста, коснись меня И вы знаете, перст Божий, рука Божия коснулась меня Я чувствовал, как этот огонь прошел через мои руки и тела Знаете, как будто миллионы вольт электричества прошли через мое тело Сила прошла прямо через меня И первое, что произошло Я не мог уже стоять на ногах Они стали, как железо Такие мягкие, мягкие, как железо И все мое тело так загорелось И кто-то меня однажды спросил Пастор, а как это? Что ты ощущал? Я говорю, вернись домой, иди домой Вытащи, например, раз розетки И вместо в розетку пальцев Вставь два пальца в розетку Вот то же самое я чувствовал Потому что Иисус сказал, ты примешь силу После того, как Дух Святой на вас сойдет, вы примете силу Да, мое тело было в огне Каждая клетка во мне горела и взрывалась огнем И я сказал, Господи, достаточно Я не могу больше этого выдержать И я помню, что после этого переживания Я чувствовал, что я как бы как плыву в воздухе И невыразимая радость меня наполняла И с того момента я вот эту радость несу в себе Но чего у меня нет, то я не могу тебе дать Но то, что я имею во имя Иисуса Я могу сегодня тебе дать А я верю, что сегодня Бог хочет коснуться каждого из вас Огнем Духа Святого Кто из вас хочет сегодня получить этот огонь? Много лет назад В Сингапуре Был проповедник один Он проповедовал на больших стадионах И он начал людей призывать И один молодой человек вышел на покаяние И он возложил руку на этого молодого человека Он просто его к груди пальцем прикоснулся Этот проповедник к груди молодого человека И он сказал ему такие слова Огонь! И огонь, и просто сила Божья ударила этого молодого человека И он упал на пол И когда он падал Он чувствовал, у него такое чувство было Огненное И он услышал звук, когда падал Знаете, такой звук был, когда вот два яйца разбиваешь на горящую сковороду Такой он услышал звук Он пошел домой обратно Снял свою рубашку Снял рубашку И место, куда прикоснулся проповедник к его груди Вот на том месте Там остался, вот знаете, такой ожог на теле Остался ожог от пальца Кто хочет из вас сегодня огня Божьего? Кто? И вы знаете, друзья, в моей церкви У нас в городе есть такое, знаете, как метро Извините Один человек из моей церкви работает в метро Он инженер И однажды он ремонтировал поезд Но как раз был перерыв на чай И он выключил электрический щиток Чтобы пойти к чаю И когда он там чай пил Кто-то пришел в щиток, открыл и включил электричество Он этого не знал Поэтому, когда он вернулся после чая И коснулся розетки или коснулся тока Он сказал, пастор Ян 600 вольт электрических прошло через мое тело 600 вольт И он говорит, знаешь, что со мной произошло? У меня загорелась рубашка на мне На мне брюки загорелись Все тело загорелось И он показал У него в какой-то степени ожоги были Кто сегодня хочет из вас огня? 300 лет назад В Лондоне Был такой большой огонь, пожар, помните? И в Западной Европе 300 лет назад Когда пришла весна и лето То было такое, как бы, напасть такая Никто не знал, что вызвало эту напасть или эту Но через это язвы или болезни Десятки тысяч людей умерли Никто не знал, что была причина этой язвы или инфекции Как только приходила весна и лето Тысячи людей были убиты Вот этой язвой или этой какой-то болезнью Сегодня мы знаем, что была причина этих смертей Это была, как бы, бурбонная или бубонная язва была В один год В Лондоне за один год Был такой пожар Что пол Лондона была этим пожаром уничтожена И огонь был так силен, что он даже в землю прожег вглубь И вы знаете, но в то время такие примитивные были системы защиты И системы какие были? Канализации были примитивные, что даже огонь сжег канализационные вот эти люки И вы знаете, что эти тоннели канализационные, они тоже загорелись И даже когда на поверхности земли огонь потушили, внизу еще в этих каналах огонь продолжал гореть И поэтому даже под землю в эти каналы послали пожарников, чтобы тушить И когда они спустились под землю Они были шокированы Что их шокировало? Они увидели просто тысячи и тысячи мертвых крыс Когда пришла весна Уже больше не было потом вот этой язвы То есть они поняли, что была причина этой язвы или этой чумы Потому что причина была, это инфицировали крысы Вот эти тысячи крыс инфицировали людей Но когда огонь сжег этих крыс, то была уничтоженная причина этой болезни И больше уже не было смертей, больше не было этой язвы Сегодня некоторые из вас здесь У вас тоже есть такие, может быть, канализационные какие-то системы в вашей жизни Где-то какая-то стыд, какое-то, может быть, у вас осуждение есть внутри Почему бы они позволили, чтобы в вашей канализационной системе тоже прошел Божий огонь И чтобы он сжег, сжег все это ненужное, стыд и страх сжег И чтобы сегодня мы стали новыми мужчинами и женщинами Я сегодня здесь, чтобы вам сказать Что если вы сегодня хотите огня Вы можете этот огонь членять Потому что Иисус крестит Духом и огнем Знаете, в Ветхом Завете Все пророки об этом говорили Также Захария говорит, что это сойдет, как дождь Исайя говорит, заговорите новыми языками Осия предупреждает, что нужна будет подготовка, приготовиться к этому И Аиль говорит о том, что люди будут видеть видения Мне нравится, что Малахия сказал Он сказал, вдруг Вдруг, внезапно Господь придет внезапно И я сегодня здесь Чтобы вам провозгласить Что его царствие грядет Что здесь будет пробуждение Я пророчествую это вам во имя Иисуса Будет пробуждение В Уссурийске Бог возьмет этот город И Бог поместит его на своей карте И люди со всего мира Услышат об этом О великом движении Духа Святого Я вам хочу сказать, я во многих странах был И у вас одна из лучших команд поклонения в мире У вас одна из лучших команд поклонения Пастор Саша, Бог's hand is on you Пастор Саша, рука Божья на тебе Бог тебя избрал на этот час И какое будет это пробуждение великое И оно будет зависеть от того Насколько сильно ты отдашь себя Господу Потому что Господь тебе говорит До той степени, до которой ты отдашься мне До этой же степени я буду двигаться в тебе Чем больше ты мне будешь отдавать себя Тем больше я смогу через тебя действовать Чем меньше ты будешь себя отдавать мне Тем меньше я смогу сделать через тебя И Пастор, Господь тебе говорит Что Он зависит от тебя Потому что Бог уже сделал все подготовки Все обеспечение Все обеспечение для пробуждения в этом городе И мне нравится, что пастор сказал Что вот это здание называется клубом дружбы Пастор, вам нужны другие пасторы Вы нужны друг другу Потому что Бог не сделает пробуждение без них Он сделает это через семью А вы его семья Господь нуждается в каждом пасторе в этом городе Потому что вы его сыновья и его дочери И Бог говорит, я хочу сделать такое что-то великое в этом городе Что об этом будут говорить в Москве О том великом что Бог сделает И я верю, что сегодня Бог желает излить на вас свой дух Кто из вас хочет огня? Поднимите руки Вы хотите огонь? Встаньте, кто хочет огня Встаньте Встаньте, если вы хотите огня Потому что Дух Святой сейчас сойдет И вы должны поддерживать этот огонь Если вы будете поддерживать огонь Огонь будет поддерживать вас Аллилуйя Вы знаете, Иисус сказал следующее Он сказал, что Царствие Небезное Это как дрожжи Которые женщина добавляет в тесто И эти дрожжи Они поднимают все тесто Я знаю, что многие вы здесь печете Можете печь Знаете, что происходит при этом Когда ты берешь кусок теста И потом его кладешь в печь Или на огонь То там на огне оно еще поднимается И вы знаете, что Царствие Божие Оно тоже как тесто Каждый раз, когда Божий огонь касается тебя То Царствие внутри тебя расширяется Каждый раз, когда ты подходишь ближе к огню Царствие расширяется в тебе И твое понимание расширяется И жизнь в Духе Твоем расширяется И кто из вас хочет сегодня огня Через несколько минут я помолюсь за вас Потому что Дух Святой сойдет И, пожалуйста Вам не нужно даже вперед выходить Я верю, что так Что Бог сегодня здесь И Он коснется вас В 1998 В 1998 году У меня была привилегия На служении первый раз Быть с Рихардом Бонки Таким знаменитым евангелистом немецким Вы знаете, Рихард Бонки мой герой И когда я с ним встретился Первый раз Для меня такая огромная привилегия Была с ним встретиться И мы вместе обедали С Рихардом Бонки И когда мы обедали Я спросил, сэр, можно спросить вас Вопрос задать Он сказал, да, ты можешь спросить меня И я спросил его И он был такой радостный, веселый Он начал проповедовать Нас было всего 8 человек Но мне нравится, знаете, что в Рихарде Бонке Независимо 8 человек Или 800, или 800 тысяч Он тот же самый, тот же самый человек Он проповедовал Я задал ему второй вопрос О, и сейчас он просто горел Я третий вопрос ему задал И он начал призывать к покаянию людей И я никогда не забуду Он сказал мне Молодой человек Я хочу помолиться за тебя И он на меня руку возложил И он сказал, что Многие призваны, но ты избран Господь говорит, я избрал тебя Я ничего не почувствовал Но когда я домой вернулся Вся моя жизнь изменилась Вся моя жизнь изменилась Потому что он за меня помолился И я верю Я верил И я верю в передачу Я принял и верю в передачу И я бы не мог здесь сегодня стоять Если бы он тогда Рихард Бонке не помолился за меня Поэтому сегодня Сегодня Не смотрите на меня Не смотрите на меня Смотрите на Иисуса Он крестящий Через несколько моментов Минут я помолюсь А ты наблюдай Смотри, что Дух Святой будет делать Люди будут исцелены Когда я буду молиться за вас Я хочу, чтобы вы закрыли глаза Я не хочу, чтобы вы в это время Смотрели по сторонам Потому что когда Дух Святой Начнет действовать И, например, коснется твоего соседа И он начнет, например, трястись Или шататься То это не твое дело, что с ним происходит Бог хочет коснуться тебя Аминь Поэтому приготовься И вдохни, глубоко вдохни Я хочу, чтобы ты расслабился Успокоился Не будь напряжения Не напрягайся И когда я буду молиться во имя Иисуса Просто прими Духа Святого Просто прими огонь Пасторы, за вас я лично хочу помолиться Только за пасторов я буду молиться лично Если вы пасторы, я хочу, чтобы вы вышли сюда вперед И я, только пасторы Я хочу возложить на вас руку Хорошо? Остальные люди, пожалуйста, стойте там Я буду молиться во имя Иисуса А вы наблюдайте, что Дух Святой будет делать Готовы? Закройте глаза Закройте глаза Поднимите ваши руки Все поднимите руки Все закройте глаза Глубоко вдохните И я помолюсь прямо сейчас за вас Я хочу, чтобы вы были готовы Чтобы вы приняли Скажите, я принимаю, Отец Я благодарю тебя во имя Иисуса Что Дух Святой здесь Что Иисус Христос, Господь Церкви Что сегодня, Господь, это тебе угодно Благословить Твой народ Духом, Святым и огнем И я благодарю, Господь, за этот добрый дар Потому что Твое Слово говорит нам Что Ты не удержишь ни одного доброго дара Что для того, кто ходит праведно И я благодарю, что сегодня для этих людей Ты высвободишь Твой дар Для этих людей сегодня И чтобы они были так благословлены И чтобы они были так благословлены И чтобы они были так благословлены Потому что они Твои дети, Отец Они Тебя любят И я благодарю, Господь, за этих людей Поэтому во имя Иисуса я молюсь за вас Поднимите руки все, пожалуйста Не закройте ваши глаза Не смотрите вокруг Ты готовы? Потому что во имя Иисуса мы сейчас будем молиться Чтобы огонь сойдет на эту комнату, на эту аудиторию Во имя Иисуса Отец, я благодарю Тебя Что Ты всегда, Господь, отвечаешь на молитву Когда мы молимся от всего сердца Поэтому во имя Господа Иисуса Христа Я высвобождаю это помазание Оно из-за этого собрания И я высвобождаю на эту собрание На всех этих людей Firefall! 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 В имя Иисуса В имя Иисуса Держите руки, больше В Jesus' name Right now, close your eyes The power of the Holy Ghost is going to fall This is the Holy Ghost Hallelujah He's gentle like a dove Hallelujah Are you ready? Close your eyes Right now In the name of the Lord Jesus In the name of the Lord Jesus Firefall! 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 Receive the Holy Ghost Receive the Holy Spirit Receive the Holy Ghost Receive Receive, receive the Holy Spirit Receive right now Right now Fire Fire, fire Fire, fire Fire, fire Fire, fire В имя Иисуса В имя Иисуса В имя Иисуса Пейдjas Пейдже 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 Firefall! 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 Огонь идет Огонь идет огонь Духа Святого огонь сходит огонь сходит the fire is going to be in your face on your hands in your heart let the fire lift up your hands fire 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 Jesus Jesus name loose 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 fire 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 let the fire fall Jesus hallelujah fire fall Jesus healing fire 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 take it take it hallelujah Jesus fire let the night of the Holy Ghost fire 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 Бегите огонь! 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 Бегите огонь! Бегите огонь! Бегите огонь! Бегите огонь! Бегите огонь! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok